Детальные темы будем обсуждать далее с нашим гостем Станислав Жулиховский с нами на связи, кандидат политических наук, эксперт-международник. Станислав, здравствуйте, рад вас приветствовать в эфире Freedom. Здравствуйте, студия. Польские выборы могут изменить будущее Европейского Союза. Ряд европейских СМИ вышли с подобными заголовками в последние буквально несколько недель в преддверии выборов у соседей Украины. По вашему мнению, каким образом в случае прихода выигрыша выборов в одной или другой сторон может измениться, либо не измениться, будущее Европейского Союза и в целом, наверное, региона? Действительно, через пару дней буквально пройдут парламентские выборы в Польше, и граждане этой республики придут на избирательные участки, чтобы выбрать 460 депутатов и 100 сенаторов. Как мы видим, кампания есть довольно-таки ожесточенной, предвыборные страсти накалились до предела. И самое главное то в этих выборах, что интрига будет сохраняться вплоть до закрытия избирательных участков, потому что опросы разные, но тем не менее каждый раз цифры меняются. И неизвестно, кто именно пройдет парламент из таких, скажем, младших партий, которые имеют, скажем, меньшую поддержку избирателей. И то, какой будет коалициада после того, как будут известны результаты перегонов. Поэтому, скажем так, да, пока что самая главная интрига в том, какой будет Польша после того, как уже можно будет говорить о том, какая будет коалиция и будет ли она вообще. Какое будет правительство в результате. Ну и, конечно же, какой будут внутренне политические и внешнеполитические векторы этой республики. Я могу предположить, что в любом случае, кто бы не победил, Польша все-таки будет уже отличаться, имеется в виду, поствыборная Польша от той, которая она была до сего времени. Потому что мы должны понимать, что это государство уже войдет в другой этап своего политического развития. И, конечно же, это может повлиять как на отношения с Украиной, так и отношения с западным миром, в частности, с Европейским Союзом. Ну, если, например, брать по тем политическим силам, которые являются лидерами, то если будет право и справедливость, и она сможет сформировать коалицию, то, скажем, отношения с Брюсселем могут быть несколько натянутыми и подальше, потому что мы должны понимать, что все-таки право и справедливость – это тоже фактически есть не только партия, а и блок, блок объединенных правых, в который входят и такие евроскопические партии, как Суверенная Польша. И это тоже стоит понимать. Если к ней еще добавится такая партия, как конфедерация, это тоже не стоит исключать, хотя это, скажем, наиболее негативный сценарий после выборов, то тогда, скажем так, антиевропейские и антиукраинские нарративы, а также действия могут несколько более превалировать, чем они могли быть, например, на протяжении последних недель и месяцев, когда, скажем, обострились отношения с Украиной и, соответственно, и с западными партнерами Польши. Если придет же гражданская платформа и она сможет сформулировать свое правительство с теми партиями, которые имеются, то, в принципе, есть шансы, что произойдет потепление по линии Варшавы и Бруссель, так как мы должны понимать, что Дональд Туск является политиком, который возглавлял европейские институции, и он очень, скажем, его хорошо воспринимают в политикуме Брюсселя, и это тоже стоит понимать. Также, я думаю, что будет потепление с Украины в контексте тех спорных вопросов, которые могут возникнуть в будущем. Например, я думаю, будет снята с повестки дня историческая политика. Также, думаю, будет, скажем так, будет пробовать правогражданская платформа заладить те разногласия, которые были в контексте зернового кризиса, когда, собственно говоря, именно вопрос с тем, чтобы потянуть фермерский электорат, именно на этом играла право и справедливость, из-за чего, собственно говоря, и начались, скажем таки, похолодания отношений между Киевом и Варшавой. Я думаю, что Дональд Туск будет избегать такого обострения, но все-таки интересы фермеров польских будут соблюдаться, особенно если в коалицию войдет блок «Третий путь», где одной из двух партий составляет польская селянская партия, которая, собственно говоря, тоже ратует за этот электорат. Ну, скажем так, ну, тем не менее, и, как и было сказано и в сюжете, и я говорю, что и если будет дальше правительство право и справедливости и гражданской платформы, тем не менее, помощь Украине будет сохраняться, включая как между государствами, так и будет также лоббироваться вступление Украины в европейские и евроатлантические союзы. — Станислав, вы знаете, мы же с вами тему выборов в Польше, вот лично с вами, начали, на самом деле, ни сегодня, ни месяц назад. Мы уже, мне кажется, даже с летнего периода, да, говорим о той расстановке сил, какова она в Польше, как будет выглядеть 15 число. Сейчас словила себя на мысли, как быстро, на самом деле, молниеносно пролетело это время, да, и вот уже действительно в это воскресенье, хотя еще месяц назад мы говорили, ну, это еще не скоро, да, а там еще и были выборы в Словакии, мы их обсуждали, да, потом еще определенные события, тут наступило 7 октября, и боевики Хамаса атаковали Израиль, то есть события, на самом деле, международного порядка очень быстро развиваются и очень быстро меняются ряд определенных событий. Вот уже 15 октября, я для наших зрителей хочу обратить внимание, что воскресенье Брюссель, а мы говорим сейчас о Европейском Союзе, будет пристально все-таки смотреть за выборами в Сейм, но не только за выборами. Параллельно польское правительство запланировало референдум. Я сейчас процесирую вопросы, какие будут выноситься на этот референдум. Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанной европейской бюрократией? Другие вопросы касаются стены на границе с Белоруссией, повышения пенсионного возраста, продажи государственных активов иностранным субъектам. То есть, я, насколько понимаю, параллельно еще запланировано озвучить несколько вопросов как раз самим полякам, для того, чтобы они дали свои ответы. За этим тоже будет интересно следить. Результаты, я думаю, мы услышим в случае проведения данного запланированного референдума. То, что конструкция, конфигурация в самой Польше поменяется, это понятно. И поменяется и сама расстановка сил, возможно, определенного, ну скажем так, положительного либо же негативного отношения к самой Польше. Потому что я вот сейчас собрала для себя реакции европейского парламента и депутатов. Вот, например, правый депутат от Италии Карла Фиданса, он говорит, что Польша приобретает более важную роль за последние, еще более важную за последние полтора года, из-за того, что она твердо выступает против экспансионистской политики, прошу прощения, Путина в Украине и так далее. Зеленый евродепутат от Германии Терри Рентке говорит, я бы сказала, что нынешняя оппозиция в Польше заняла конструктивную позицию в отношении сотрудничества на европейском уровне. В случае ее прихода к власти мы сможем лучше решать стоящие перед нами общие задачи, такие как зеленая трансформация и миграция. Ну, насколько я смотрю, да, судя по всему, европарламентарии настроены максимально оптимистично и в работе как раз в контексте Польши в составе Европейского Союза, но и также в вопросе Украины. Но все же, каковы все-таки на самом деле наиболее серьезные риски могут возникнуть после 15 октября в отношениях Польши и Украины? Ну, конечно же, все общественности наблюдают за выборами в Польше и, конечно же, все зависит от того, как пройдет само голосование и как будет проходить потом уже калициада, когда, собственно говоря, будет самая главная интрига, какие партии и блоки могут создать новое правительство. Я думаю, что если брать Украину, то если все-таки выборы закончатся и в течение ближайших недель мы увидим и результаты, и то, что все-таки правительство можно сформировать, то я думаю, что это будет позитивным уже результатом. И я думаю, что если не будет какого-то токсического правительства, о чем я только что говорил, например, ПИС и конфедерация, то можем говорить о том, что те кризисные моменты, которые были до последнего времени, они могут на определенное время отойти, и тогда уже будем наблюдать нормализацию отношений по линии Киев и Варшава. Если же, конечно, правительство так и не можно будет сформировать, а риски такого есть, если, например, любые, скажем, возможные объединения не смогут добрать определенное количество голосов, а таких нужно 231 для того, чтобы иметь количество мест в парламенте, то тогда есть риск, что может Польша пойти на досрочные выборы, и, конечно же, тогда может снова использоваться теми или иными политическими силами украинская карта, и это тоже не может сулить ничего хорошего для нас, если, скажем, могут подниматься различного рода вопросы с тем же самым и зерном, и какие-то, возможно, вопросы исторического прошлого, либо ряд других, включая даже вооружение, то тогда, да, тогда это будет, скажем, новый этап, и, скажем так, это снова будут новые вызовы для Украины и для Польши в том числе. Ну, естественно, это очень было бы хорошо воспринято Российской Федерации, которая с самого начала полномасштабного вторжения, то и дело, что мечтает о том, чтобы рассорить два народа, чтобы не было и помощи Украине, чтобы поддержка ее, скажем так, опустилась до нуля, и таким образом это было бы легче тогда проводить свои наступательные операции и достигать своих целей, которые были намечены Владимиром Путином. Надеюсь, что самых негативных сценариев не будет, и я надеюсь, что все-таки хватит благоразумия у всех политических сторон, чтобы можно было, скажем так, не допустить какого-то политического кризиса либо турбулентности, которая смогла бы, скажем так, Польшу отвлечь от всех внешнеполитических обязанностей и сконцентрироваться лишь на внутренней политике. Ну, будем смотреть... Станислав, да, вот как раз в этом контексте, в котором вы говорите, о благоразумии, если можно, наши коллеги собрали вот такой, скажем так, опыт взаимоотношений Туска и Кочинского, интересные лидеры, напомним, этих противоборствующих между собой на предстоящих выборах партии, Туск и Кочинский, соответственно, в целом это давние политические оппоненты, они уже около двух десятков лет находятся едва ли не в состоянии вражды. Еще в 2005 году Кочинский обвинил Туска в том, что его дед якобы воевал в Вермахте. Во время следующей кампании Туск подловил Кочинского на незнание цен на продукты в магазинах, в частности, на картофель. Польские СМИ пишут, что эту историю Кочинский до сих пор не может простить своему конкуренту. Более того, он считает Туска якобы причастным к смоленской авиакатастрофе 2010 года, в которой погиб его брат-близнец, тогдашний президент Польши, Лех Кочинский. Во время текущей предвыборной кампании Туску припомнили, что его бабушка была этнической немкой, на что он ответ назвал Кочинского лицемером за то, что тот в 74 года остается холостяком, но при этом подчеркивает важность традиционной семьи и семейных ценностей. На последних дебатах Туск назвал Кочинского трусом, ведь он прислал вместо себя премьер-министра Матеуша Моровецкого. Самого Моровецкого Туск назвал Пиноккио якобы за частое наимное вранье, на что Моровецкий высмеял рыжий цвет волос оппонента. Вот такая она современная политика, да, вот таким образом она действует. По вашему мнению, как вот эти обоюдные бросания друг друга камнями, если так можно сказать, они в целом влияют на даже не процесс выборов, а на поляризацию общества, которое, по данным ваших коллег-аналитиков, за последние 8 лет достигает уже пика. У нас буквально минута. Абсолютно верно. Споляризация очень огромна. И это еще можно было увидеть на примере президентских выборов 2020 года, когда также тогда страсти накалились. И очень близки были оппоненты для того, чтобы победить на этих выборах. И тогда также использовались разные политические технологии, очень такого грязного пошиба. И сейчас в этой компании эти технологии используются еще больше. И вот это лишь несколько примеров, когда стороны обвиняют один другого. И вот действительно на последних дебатах, которые произошли в понедельник, можно было видеть, как фактически это был дуэль между Моровецким и Туском. А на самом деле Моровецкий, это фактически был представитель Качинского. И то и дело, что они переводили стрелки один на другого и обвиняли в тех или иных каких-то ситуациях, которые их очерняют. Поэтому мы говорим, что сейчас большая проблема в том, чтобы даже после выборов не погрузилась Польша еще больше какие-то кризисные моменты. Потому что это может ее отвлечь от главных задач, чтобы как помочь Украине в ее борьбе с Российской Федерацией, так и в целом делать так, чтобы Запад был единый. Ну, будем смотреть. Надеемся, что все-таки худших вариантов мы не увидим. И Польша будет развиваться как нормальное государство. Спасибо вам огромное. Спасибо за участие в эфире Freedom и ваш анализ. Мы, кстати, 15 октября с тобой, Денис, будем в эфире. Будем следить за ситуацией. И у нас будет определенный отрезок времени, когда мы уже будем даже видеть, ну, не то чтобы результаты, но процесс, как проходят выборы в Польше. Поэтому обязательно прокомментируем. Спасибо большое вам, Станислав. Станислав Желиховский, напомню нашим зрителям, кандидат политических наук, эксперт-нужнородник, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.